Давненько у нас не было новостей из Китая. Восполняем пробел, ведь теперь китайские новости это почти российские, только с опережением в несколько месяцев. Начнём с большого кроссовера Gag GS8, который только что предстал во втором поколении. Модель всё ещё узнаваема и пропорции сохранены, но габариты серьёзно подросли, особенно в длину. Интерьер остался нераскрытым, хотя обещан трёхрядный салон на 6, 7 или 8 мест. Зато китайцы подробно рапортуют о внедрении свежей платформы. Напомним, что прежняя была лицензионной итальянской, проще говоря, от Альфы 166 и Лянчи и Тезиса. Новая тележка архитектурно прежняя, то есть двигатель установлен поперечно, основной привод передний, а подвески Макферсон спереди и многорычажка сзади. Двухлитровый бензиновый турбомотор не стал мощнее, но прибавил символические 10 ньютон-метров крутящего момента. Зато ассистирует ему уже не шести, а восьмиступенчатый автомат. Из действительно нового гибридная версия неизвестных характеристик, зато на тойотовских агрегатах. Вместо автоматической коробки передач использован электромеханический вариатор THS. Уместно вспомнить, что у Гака множество совместных предприятий с мировыми брендами, в том числе и с Тойотой. Поэтому о всевозможных кооперациях мы ещё не раз услышим. На китайский рынок новый GS8 выйдет уже осенью, причём выпускать обе генерации будут параллельно. И это значит, что в Россию пока продолжатся поставки первого поколения. А новинку мы в скором времени не ждём. Рамный Haval H9 образца 2014 года в России уже известен хорошо. Устав бесконечно ждать по-настоящему современного УАЗа, китайские внедорожники тульской сборки охотно закупает даже российская армия. В Китае гряземес обновляли уже дважды — в 2017 и 2019 годах. В России время течёт медленнее, поэтому наш, то есть тульский H9 — это свежий салон 2019 года плюс дореформенная внешность 17-го. Тем временем, на родине H9 только что модернизирован в третий раз. Цветодиодная оптика у Хавейлы уже была, а вот гипертрофированная решётка делает слишком очевидные реверансы ленд-крузеру Прада. В салоне в очередной раз увеличен экран медиасистемы, которая лишилась кнопок. Управление музыкой теперь только сенсорное. О новых агрегатах не слышно ничего. Напомним, что в Поднебесной H9 продаётся только с бензиновым турбомотором и полным приводом. Кстати, за доплату можно установить и заднюю, и переднюю блокировки. Китайскую публику за обновлёнными Хавейлами пригласят в конце лета, а в России модернизация явно затянется.